Привет, друзья! Подросток, подросточка. А это там такие агрессивные, всякие вокруг ходят, расчеловечиванием занимаются. А у нас комар-беспилотник. Я вчера, помните, картину вам показывал со свечой, задумавшись? Да. И вот я решил. Этот комар-беспилотник, это специальное название, которое там летает, и в нужный момент он наступил. Потому что уже за детей взялись. А мы занимаемся наукой человечности против расчеловечивания. Я очень рад, что мои коллеги-врачи и профессора-врачи уже ряд наших сформулированных слов в одном ряду. признаки человечности. Любовь, способность к сопереживанию, способность к сотрудничеству, оказанию помощи, счастье быть собой. А высшее счастье, это когда мы вместе и при этом в этом синергетическом общем взаимодействии остаёмся самими собой. И у нас есть технология очеловечивания против технологии расчеловечивания. И теперь комар-беспилотник нанесёт первый удар. В течение четырёх дней произойдут события. Я их детерминирую. Вы это узнаете из других источников, не от нас. Потому что наш канал пользуется такими словами именно для того, чтобы мы могли рассветать, чтобы нас никогда не затормозили. Потому что наша школа человек будущего это наше будущее. Это школа человечности. Потому что мир сегодня болен. Я как врач ставлю диагноз. Да. Что он лечится только человечности. И поэтому я сегодня нажимаю кнопку и запускаю комара-беспилотник для первого удара. И мы победим. Вы увидите. Мы спасём наших детей. И всё будет хорошо. И всё будет хорошо. Потому что уже мои коллеги говорят об этом разными словами. Но формулу человечности они уже произносят. Я это вижу в разных выступлениях. И меня это радует. Как радовать должно, наверное, нас всех. Участников школы «Человек будущего». А будущее внутри нас и наша задача открывать себя. Давайте, друзья, кто как может, кто как на своём месте делать всё, что возможно для того, чтобы остановить. вы знаете, о чём я говорю. До встречи. «Человек будущего».